Всем привет! На связи Максим Баде, канал об английском и саморазвитии. Сегодня мы поговорим про канал английский по плейлистам, про его ведущего Александра Бебриса. И я постараюсь дать вам совет, смотреть канал английский по плейлистам или нет, с чем он конкретно вам может помочь, а с чем нет. Почему я вообще выбрал такую странную тему, другой ютубер? Я же обычно все-таки снимаю видео по грамматике, снимаю видео с советами, какими-то по поводу изучения, а тут вдруг решил снять видео про Александра. Во-первых, относительно недавно на многих каналах, многих это три канала, которые я уважаю, появились видео с Александром или про Александра. Где-то 8 месяцев назад канал вот это английский, там было интервью с Александром. Потом, где-то месяц назад, было опять же интервью с Александром на канале Бородатый Лингвист, который я реально часто смотрю. И, наконец, вот буквально на днях вышло видео с обзором методики Александра на канале Марины Горской. Это тоже довольно молодой канал, который неожиданно сейчас очень активно развивается. Мне очень нравится Марина как спикер. И я тоже, естественно, обратил внимание на это видео и просмотрел довольно большую часть этого видео. Так что сегодня я делюсь своим мнением про Александра и каким-то образом, можно сказать, вступаю в диалог вот с теми большими каналами, которые снимали про него видео. Вообще, кто такой Александр Бебрис? Почему он вообще заслуживает внимания? Ну, для тех, кто много тусит на Ютубе и учит английский на Ютубе, его имя однозначно знакомо. Друзья, привет! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Александр снимает видео. Он автор двух очень крупных каналов. Это, в первую очередь, «Английский по плейлистам». Там миллион с четвертью подписчиков. И канал «English Galaxy». Там около 800 тысяч подписчиков. Я так понимаю, сейчас Александр активнее развивает канал «Английский по плейлистам», а «English Galaxy» там, по-моему, уже год ничего особо не выходило. При этом у Александра есть еще несколько каналов, где по нескольку десятков тысяч подписчиков, но они, по сравнению с вот этими двумя его основными, они, кажется, намного меньше. Так вот, пожалуй, Александр – это самый популярный препод английского на всем русскоязычном Ютубе. У него огромное количество фанатов, которые просто готовы топить за него всеми силами. И это вызывает просто очень большой интерес. Вот тот уровень, скажем, любви, который получает Александр, он просто интересен, он чем-то уникален. И мне хотелось бы вот как раз о нем рассказать, что он делает. Сразу обозначу небольшой дисклеймер. Я не являюсь поклонником педагогического творчества Александра, но при этом я очень уважаю его как человека. Мне очень нравится, что Александр безумно трудолюбив, я бы даже сказал фантастически трудолюбив. Он очень последователен и системен в том, что он снимает, делает. И в итоге тот продукт, который у него получается, даже если он где-то мне не нравится, даже если в нем есть какие-то недостатки, он однозначно представляет ценность, и без него Ютуб был бы хуже. Так что Александр – это однозначно человек, которого стоит уважать, на которого стоит посмотреть, у которого есть чему поучиться. Но, конечно, сегодня невозможно обойтись без какой-то критики, потому что критика – это здорово. Как вообще преподает Александр? У него есть плейлисты. Плейлисты – это серии видео. В одной серии может быть несколько десятков видео. И все эти серии стоит отсматривать последовательно, потому что они все как бы связаны от простого к сложному. Что делает Александр? Он, по сути, берет файл в блокноте и начинает печатать там предложение. Он говорит предложение по-английски, он переводит его на русский. Или наоборот, он говорит что-то на русском, переводит это на английский. Он может давать списки слов, дает слово, сразу к нему пример на английском и перевод на русский. И вот все время это вот в одном и том же ключе. Какие достоинства этой методики? Ну, прежде всего, это движение от простого к сложному. Если уж это плейлисты, действительно продуманные серией видео, то действительно материал идет по степени усложнения, прибавляются новые слова, старые повторяются. Это выгодно отличает курсы Александра. Другой момент – последовательность в подаче материала. Так как все эти курсы сделаны одним преподавателем, одним человеком, они действительно последовательные. Там реализуются одни и те же грамматические конструкции. Циркулирует одна и та же лексика. Это действительно системно, последовательно. Александру удается добиться действительно многократного повторения слов и предложений. За счет того, что он все время повторяет вот эти предложения на английском, на русском, повторяет слова, которые он дает в этих предложениях, то есть целевой вокабуляр. Действительно получается сделать вот такую мощную долбилку, которая все время вот капает, капает, капает вам в уши. И недаром вот в комментариях очень часто пишут, в восторженных комментариях в адрес Александра, то, что Александр вдалбливает. На уроках Александра невозможно не выучить, потому что ты услышишь там столько раз, что не выучить, ну просто невозможно. Конечно, на уроках, на видео уроках Александра можно расширить словарный запас и грамматику, потому что, опять же, все время мы слышим слова от перевода, слова от перевода, и неизбежно это каким-то образом откладывается. И, наконец, я бы выделил еще один такой момент, это медитативность этих плейлистов, то, что можно есть и смотреть, можно мыть посуду и смотреть. В принципе, темп в этих плейлистах, он не то чтобы очень большой. Если вы пропустите одно предложение или какой-то перевод одного слова, когда вы отвлечетесь, ничего страшного не будет, потому что сходное предложение или пример прозвучит в будущем, и они тоже будут переведены. То есть Александр снимает очень избыточно. Действительно, невозможно задать какой-то вопрос к его видео, потому что он разжевывает все, что он говорит. Ну а теперь, конечно же, немножечко здоровой критики, немножечко потыкаем Александра и скажем, где не очень. Но его обучение, оно не соответствует некоторым принципам современной педагогики. Вообще, Александр любит говорить, я сейчас не могу сослаться на конкретное видео, но он часто говорит, что у него именно своя методика, по которой он ведет эти уроки. То есть он считает, что у него есть некоторая вот такая вот собственная методика, которую он обучает. Но дело в том, что эта методика, она не совсем соответствует современным принципам обучения. Сейчас я постараюсь пояснить за свой базар, за то, о чем я говорю. Во-первых, в современном обучении английскому принят принцип активности. Это значит, что ученик должен все время совершать какие-то действия на уроке для того, чтобы учиться эффективно. Так вот, на уроках Александра ученик обычно это пассивный слушатель. Максимум, что он делает, это он может при должном трудолюбии самостоятельно переводить предложение туда-сюда до того, как это сделает Александр. Но мне кажется, что обычно люди так не делают. И он, конечно же, может повторять слова с Александром. Но в целом формат Александра предусматривает довольно большой уровень пассивности слушателя. То есть слушатель просто слушает и ничего не делает. Другой момент – это отсутствие ситуативности. Ситуативность – это тоже важный принцип обучения. Когда мы учим наших студентов общаться на английском, мы всегда подразумеваем некоторую ситуацию. Например, это ситуация в кафе. Это, не знаю, ситуация в гостинице. Это ситуация, когда вы встретили старого знакомого. А здесь вы соболезнуете на похоронах. Ну, словно говоря, все, что угодно, но наше общение, оно никогда не бывает оторвано от контекста. Мы всегда находимся где-то и решаем какую-то конкретную задачу. И вот эти задачи, они не решаются. Потому что у Александра все – это файлик, блокнот и оторванные от контекста предложения. Другой момент – нет наглядности. Нет визуальных стимулов никаких, нет картинок, семантизации через картинки, нет никаких видео. А между тем, современная психологическая наука и педагогика подразумевает то, что обучение происходит значительно эффективнее, если задействуются различные каналы восприятия. Эта идея была озвучена еще в 16 веке Яном Амосом Каменским, а сейчас, по сути, ее в основном поддерживают теории двойного кодирования. Один из крупнейших ученых – это Алан Паивио. В общем, как раз наглядности в уроках Александра, к сожалению, не достает. Впрочем, если бы Александр сильно заморачивался наглядностью, я боюсь, он не смог бы отснять такое огромное количество материалов и не смог бы реализовать ту последовательность видео и последовательность плейлистов. Александру не достает научности в подходе. То есть принцип научности, он также недостаточно реализован в его методике. Во-первых, нет опоры на современную методику обучения. Нет настоящего коммуникативного подхода. Те подходы, которые реализует Александр, они на самом деле довольно-таки устаревшие. Как говорила Марина в своем обзоре, это, в общем-то, микс аудиолингвального метода. Это 60-е, если я не ошибаюсь, годы 20 века. И это грамматика-переводный метод, который вообще относится к 18 веку. Поэтому современной эту методику не назовешь. Еще один момент. Современная методика обучения очень сильно завязана на компетентностном подходе к обучению. Что такое компетенция? Я сейчас не буду работать учебником по педагогике или методике, я скажу своими словами. Компетенция – это очень комплексное умение. Очень большое комплексное умение. Ну, например, может быть, коммуникативная компетенция – это значит умение общаться на языке. Может быть, иноязычная коммуникативная компетенция – значит уметь общаться на другом языке, на чужом. Такой момент. У коммуникативной компетенции есть своя структура. Вот согласно такому русскому довольно известному методисту Инессе Львовне Бим, эта структура состоит из речевой, языковой, социокультурной, учебной и компенсаторной компетенции. То есть нужно целых пять компонентов, чтобы сформировать, наконец, коммуникативную компетенцию. Сейчас мы посмотрим из этих пяти компонентов, сколько реально формируется под действием уроков Александра. Речевая компетенция. Начнем с нее обзор. Речевая компетенция – это умение общаться в, соответственно, заданных социальных ситуациях. Однозначно нет, потому что у Александра просто примеры в блокноте. Там нет ситуации в кафе, нет ситуации, не знаю, когда надо спросить, как перейти дорогу, нет ситуации, например, общения в формальном стиле. Все это в полном отрыве от ситуативности. Дальше. Социокультурная компетенция – это различные сведения о странах изучаемого языка, постижение их культуры, которая позволяет снизить барьеры при общении, скажем так, чтобы конфликты наших культур, разницы в наших культурах не мешали нам общаться. Ясное дело, что у Александра этого тоже нет. То есть второй компонент он тоже, к сожалению, потерялся. Компенсаторная компетенция. Это умение компенсировать свое незнание каких-то слов, неумение понимать какую-то грамматику, способность замещать это при помощи каких-то других слов. Вот. Естественно, компенсаторная компетенция формируется тогда, когда люди много читают, когда люди много говорят, когда они пытаются решать реальные коммуникативные задачи. А еще лучше, когда учитель помогает ученику развивать эту компетенцию. Ясное дело, что на уроках Александра компенсаторная компетенция развита быть не может. Теперь немножечко в плюс Александру. Языковая компетенция – это произношение, грамматика и лексика. Однозначно формируется на уроках Александра, поэтому независимо от того, насколько эффективны его методы, мы можем смело сказать то, что Александр молодец и действительно учит людей новым словам, учит их новой грамматике. По поводу учебной компетенции я бы сказал, что в принципе она не формируется, но тем не менее в каком-то зачаточном виде, как минимум в рамках выработки привычки учить иностранный язык, выработки терпеливости, фокусировки внимания, развития интереса к языку. В этом плане однозначно Александр молодец и учебную компетенцию пусть в ограниченном формате он формирует. Поэтому из пяти компонентов коммуникативной компетенции Александр однозначно справляется с двумя. Что еще? Вот Марина Горская справедливо очень отметила то, что, к сожалению, Александр не дает никакой аудиальной практики, он все время говорит сам. Это не очень хорошо, потому что можно привыкнуть к акценту спикера. Кстати, сразу скажу, у Александра не идеальное произношение. Он правильно произносит все слова, но у него могут всплывать некоторые вещи в речи, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. На самом деле, то, что спикер все время один и тот же, это, ну, я бы сказал, не катастрофическая проблема. И то, что он русский, это тоже не катастрофично. Дело в том, что во взрослом возрасте мы в любом случае усвоить произношение идеально, не можем. Поэтому то, что мы изначально слушаем неидеально, это, ну, не ужасно. Мы все равно бы сами идеально сказать не смогли, даже слушаем мы нейтив спикера. Но, конечно, лучше было бы, если бы Александр смог бы каким-то образом включить слушательную практику в свои уроки. Небольшой вывод по всему тому, что я наговорил. Реально выучить язык по плейлистам Александра не получится. Но очень сильно поднять уровень лексики и грамматики и, пожалуй, ограниченное чтение однозначно получится. Поэтому уроки Александра, они полезны. Просто не стоит рассчитывать то, что по ним полностью, ими едиными, можно выучить английский. На интервью Александра с Кириллом, бородатым лингвистом, был очень забавный момент, когда Кирилл задал Александру вопрос на английском языке. Дело в том, что, как я понимаю, какой-то подписчик, то ли Кирилла, то ли Александра, задал вопрос, умеет ли Александр говорить на английском. Ну и Кирилл со свойственной ему прямолинейностью сразу же адресовал вопрос на английском Александру. И, в принципе, Александр не стушевался и, я бы сказал, хорошо ответил на английском на поставленный вопрос. И, в принципе, без практики, это абсолютно ничего. И, в принципе, я живу в Москве почти 40 лет, но я могу сказать, что это очень сложно, я имею в виду, говорить английский fluently, spontaneously, confidently, без любого английского практики. Так что практики в первом месте, и, как вы, помните, мы говорим о такой метод, как мы называем это «language immersion», если я не ошибся, и что мы должны делать, что мы слушаем на английском языке, как мы можем, и, в частности, это, в том числе, 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 в А сейчас я вот постараюсь как-то прокомментировать то, что было в том отрезке видео. Я вот даже здесь помещу ссылку на это интервью с Александром, где Александр как раз говорит на английском. А я постараюсь как-то прокомментировать то, что я реально услышал в том интервью, потому что ясное дело, что Кирилл никак не комментировал уровень Александра. Это было бы в принципе абсолютно неправильно и неэтично, когда вы просто вместе на стриме или на видео общаетесь. Я этим не ограничен, поэтому я позволю себе какие-то комментарии. Во-первых, Александр однозначно умеет говорить на английском. Так что если есть какие-то хейтеры, впрочем, я не верю, что у Александра есть хейтеры, он слишком хороший. Александр умеет говорить на английском. Этому свидетельство и его уроки продвинутого английского, где он говорит только на английском, и вот это интервью с Кириллом. Так что к Александру нет вопросов. Он умеет. Он умеет говорить на английском. Теперь по поводу критики. Да, у Александра не идеальное произношение. Чтобы не быть голословным, я постараюсь немножечко пояснить, что именно в его произношении не идеально. Во-первых, это не очень натуральная интонационная модель. Забавно, к концу своего разговора, монолога, Александр стал пытаться подражать received pronunciation, вот этому акценту королевского английского. У него, честно скажу, не очень получается, потому что это звучало немножечко наигранно. То есть у него явно не хватает вот реально опыта использования этого акцента. И вообще, на самом деле, этот акцент звучит странно, потому что, ну, в фильмах и сериалах так, конечно, не говорят. У Александра очень неспешная и по-русски плавная речь. Дело в том, что если вы послушаете вот любой сериал, вот просто любого native speaker, вы увидите, что они говорят резко. Они говорят немножечко в сбивчивом темпе. И они иногда сильно замедляются, а иногда очень сильно ускоряются. Вот это свойство английской речи. Александр в основном говорит очень неспешно, равномерно и плавно. Поэтому это выдает в нем русского. У Александра однозначно есть палатализация. Зайп палатализация – это смягчение согласных. Она прорывается периодически. В принципе, это бич всех русских людей, всех русских, потому что в нашем языке смягчение согласных есть. Мы говорим «сестра». И когда мы начинаем учить английский, мы начинаем говорить «систа». Но на самом деле на английском надо сказать твердо «систа». И звук «с» не смягчается. Он остается тверденьким. «Sister». В общем, у Александра палатализация периодически пробивается. Я бы сказал бы чаще, чем, наверное, это хорошо для учителя с продвинутым английским. У него еще есть слова-паразиты. Это, например, «I mean», «you know». В принципе, слова-паразиты – это не ужасно, но просто чтобы мы это приняли на нашу чашу весов, эти слова-паразиты у него однозначно есть. На самом деле я скажу, что он и на русском говорит немножечко сбивчиво. Это особенно видно в его интервью на канале «Вот это английский». Он испытывает часто затруднения с тем, чтобы закончить предложение именно так, как он хочет. И что самое забавное, на английском Александр говорит более связно, чем он говорит на русском. Я думаю, что это связано с тем, что когда человек говорит на английском, особенно учитель, он всегда хочет звучать более правильно. Он хочет произвести хорошее впечатление, и поэтому он говорит немножечко гиперсвязно. То есть он усиливает специально вот эту связанность речи, чтобы показать, что он владеет грамматикой и способен завершить каждое предложение, которое начал. По поводу грамматики в речи Александра. В его уроках уровня advanced сложная грамматика встречается. Но в его речи, вот в спонтанной речи, я сложной грамматики, честно скажу, не слышал. Что я понимаю под сложной грамматикой? Это сложные модальные глаголы. В том числе конструкции past models. Сложные времена, всякие future perfect, past perfect, там, не знаю, вот вся эта шушера, которая с perfect'ами и continuous'ами, у него ее не очень много в речи. Он очень часто говорит в present simple, в past simple. Это, я думаю, еще связано с темами для разговоров, которые, скажем, были. Потому что когда он говорил с Кириллом, он говорил в present simple, потому что тема к этому располагала. Он объяснял, насколько я помню, что-то связанное с тем, как правильно учить английский. Это явно факты, они в настоящем времени. Так что у него не было особой возможности показать широкий спектр грамматических конструкций. Опять же, не слышал у него никогда косвенной речи, не слышал сослагательного наклонения, особенно каких-то сложных условных предложений, там, не знаю, third conditional, mixed conditional. Опять же, я не могу сказать за все, потому что ясное дело, что у Александра огромнейшее количество контента, и уж где-то, наверное, он использовал эти конструкции. Но в тех отрезках, которые смотрел я, я их не заметил. Поэтому от себя, как бы, я бы высказал предположение, что в целом Александр не склонен использовать сложную грамматику в своей речи. Еще такой момент. Речь Александра, она сухая, то есть в ней мало идиоматики, я бы даже сказал, она полностью отсутствует. Фразовые глаголы практически отсутствуют, и если встречаются, то редко. Я слышал несколько фразовых глаголов, но это действительно прям вот нечастый гость в его речи. Он очень, скажем так, ограничен стилистически. Он говорит в нейтральном или формальном стиле. И это довольно забавно, потому что иногда в абсолютно неформальных ситуациях, как, например, с Кириллом, Александр говорит очень формально. Он использует все время логические линкеры, он использует подчеркнуто длинные сложные предложения, но при этом он не может общаться, типа, ааа, what's up, hello, dude. То есть вот в таком духе вы от него точно не услышите. Немного вывода по тому, что я сейчас наговорил. Александр, ну, однозначно вправе преподавать английский. Он точно знает английский намного лучше, чем подавляющее большинство зрителей его канала. То есть в основном народ, который приходит к нему учиться, на его канал, они все могут почерпнуть новое из его видео, они не услышат там никакого трэша, никаких ошибок, поэтому Александр делает свое дело хорошо. Он знает, что делает. Но если ты хочешь говорить на живом английском, как в сериалах, там, не знаю, как в друзьях, это точно не к Александру, потому что Александр это очень сухой, очень правильный язык, практически лишенный фразовых глаголов и идиоматики. Вот такой вывод я чувствую. По поводу уровня, я бы поставил, что у Александра уровень C1 advanced. При этом я практически уверен, что reading and use of English, так же, как у большинства преподавателей английского, у него сильно больше. При этом я предполагаю, что навыки аудирования, говорения, чтения у него развиты меньше, в меньшей степени, чем словарный запас, грамматика и построение слов. Кстати, у Александра есть довольно забавный момент в его инстаграме. Я как-то подписался на его инстаграм, до сих пор подписан. Там есть такой момент, когда Александр пустит ответ на вопрос. Сейчас помещу на экран вот скриншоты этого поста. Он там выложил свой сертификат CELTA, и подписчик его спросил. Друзья, был вопрос про уровень кембриджского сертификата вашего преподавателя. Level 4 – это типа выше среднего? Отвечаю. Там своя шкала у них. Что отвечает на это Александр? Level 2 – это уровень C1, Level 3 – C2, а Level 4 – это уже выше по уровню. Все ок. Это еще плюс преподавания. Тут я хотел бы прокомментировать, так как, на мой взгляд, Александр здесь чуть-чуть ввел в заблуждение, хотя я предполагаю, что неосознанно. Такой момент. Дело в том, что вот этот уровень, Level 4, он относится к так называемой Ofquals Regulated Qualifications Framework. Это, я так понимаю, единая система оценки компетенций. Вообще любых, не только связанных с овладением иностранными языками или овладением преподаванием иностранными языками. И эти уровни соответствуют тому, сколько часов времени человек должен потратить для того, чтобы овладеть определенной квалификацией. Так вот, чтобы, по идее, сдать CELTO, требуется времени больше, чем для того, чтобы получить уровень C1 или C2. Но при этом CELTO можно сдавать с уровнем C1. Уровня C1 достаточно, чтобы получить свои баллы на CELTO. Вполне возможно сдать CELTO, не имея уровня C2. И нельзя сказать, что уровень CELTO, это уровень выше, чем уровень C2. Давайте просто подумаем о том, что C2 — это уже высший уровень владения английским для неносителя, и уровня C3 попросту нету. Поэтому у Александры не может быть уровня выше, чем C2. Я думаю, что у него и C2, скорее всего, нет. Мне кажется, что Александры на уровне C1 advanced, но это мое субъективное ощущение. Пройти курс и сдать экзамен CELTO можно, не имея уровня C2. Уровня C1 достаточно. И сказать, что CELTO показывает, что ты знаешь язык больше, чем на C2, это значит однозначно ошибиться, потому что уровня выше, чем C2, не существует. Плюс CELTO — это все-таки курс и экзамен по преподаванию английского, а C2 — это экзамен на владение английским. Это немножечко разные категории экзаменов, просто разные навыки тестируются. Теперь по поводу того, как сдал Александр Бебрис CELTO. В CELTO есть 4 отметки. Это FAIL, если ты вообще не проходишь, PASS, если ты сдал. PASS получает большинство участников курса. И дальше есть B, отметка B, и отметка A. В отметку A попадает крошечный процент сдающих экзаменов, где-то, я так понимаю, 5%. В отметку B попадает, опять же, небольшой процент. Я сейчас где-то читал, что, по-моему, около 15, что ли, процентов туда попадает. А в отметку PASS попадает подавляющее большинство тех, кто сдает CELTO. Поэтому Александр не сдал CELTO как-то топово или суперотлично. Он не попал в топ 15 или 20%. Он сдал CELTO, просто подтвердив свою квалификацию, то, что он действительно высококлассный учитель. Наконец, выводы. Долгожданные выводы. Смотреть ли мне канал Александра? Ну, вообще, я бы так сказал, это твой выбор. Хочешь смотри, хочешь не смотри. Если ты никак себя не можешь заставить учить английский, а вот ты заходишь на канал Александра, и ты понимаешь, что ты можешь отсматривать его видосы один за другим, тебе нравится его подача, тебя как-то цепляет та харизма, которая у него есть, то однозначно английский по плейлистам это твой вариант. Потому что лучше учиться с Александром, чем не учиться вообще. Это 100%. И лучше учиться с Александром, чем учиться по каким-то отрывочным видосикам, нахвататься там-сям, в итоге осмотреть три видосика и просто закрыть ютубчик. Все, что работает лично для тебя, на мой взгляд, имеет место быть. Если Александр тебе помогает, если ты чувствуешь, что он тебе приносит пользу, ну, значит, стоит смотреть. Кстати, очень большое количество людей в комментариях под видео Александра, под вот этими видео с интервью с Александром, пишут, что Александр нам помог, Александр просто прекрасен, он вот буквально вдалбливает информацию в голову, забыть невозможно. Это все говорит о том, что людям нравится то, что делает Александр Бебрис, и это уже внушает уважение. Что можно взять в довесок, чтобы учиться по плейлистам Александра и как-то догоняться дополнительной практикой и закрывать проблемы с аудированием, ситуативностью и прочими недостатками методики. Можно читать адаптированную литературу для чтения, при этом мой совет читать на мобильном телефоне, чтобы можно было переводить слова нажатием пальца, прослушивать их, повторять и видеть больше контекста, в котором используются слова. Можно смотреть простые видео. Простые видео это тоже наш хлеб с маслом. Например, на ютубе, естественно, огромное количество познавательных видосов на английском языке, которые подойдут для начинающего уровня. Также у меня есть видео по подкастам, которые можно использовать для того, чтобы системно и много смотреть на английском. Вот здесь сейчас будет ссылочка, переходи. И, конечно же, в идеале нужен человек, с которым можно пообщаться и в реальной, спонтанной речи использовать те навыки, которые получаешь. И, конечно, хорошо бы, если человек был бы выше вас по уровню, чтобы он мог вас, если что, поправить и просто дать фидбэк. На то, как вы звучите. Хотя Александр периодически называет свой проект бесплатный репетитор, на самом деле его уроки не могут, я бы сказал, заменить репетитора. Или, как минимум, они в любом случае не решают те же самые задачи. Все-таки репетитор составляет для вас индивидуальную программу. Он вас ведет по ней. Он снимает все затруднения, которые у вас возникают. А если вам что-то дается легко, то вы не сидите на этом месте по полчаса. Вы быстро это проходите. То есть, индивидуализация, конечно же, в видеоформате не может быть в той степени, чтобы это можно было сопоставить с эффективностью от обучения с репетитором. А ты, кстати, не забывай то, что на моем канале ты тоже можешь учить английский язык. Я не гонюсь, честно скажу, за лаврами Александра. Я не снимаю последовательности курсов, по которым можно выучить полностью английский, или хотя бы один уровень целиком. Но при этом я тоже могу тебе порекомендовать кое-что на моем канале. Во-первых, это плейлисты по грамматике английского языка. Причем плейлист по грамматике A1 Beginner у меня последовательный. И там можно смотреть видео одно за другим. И там объясняется вся грамматика английского. Ну и, конечно же, это плейлист с советами по изучению английского. Там я делюсь своим опытом, какими-то небольшими мини-исследованиями. И плейлист с аудированием, где мы слушаем блогеров на английском языке, и где я помогаю тебе разбираться в том, что эти блогеры говорят. Обязательно пиши в комментариях, как ты относишься к Александру, как он тебе помог в изучении английского языка. И мне будет очень интересно это почитать. А у нас на сегодня все. До связи.